Пробиотики, пребиотики и симбиотики все чаще используются в клинической практике и нередко принимаются пациентами самостоятельно. Их производители красочно описывают положительные эффекты, но не спешат поделиться данными о потенциальном вреде. А мы хотим вам рассказать об обратной стороне медали по безопасности. Обратимся к результатам анализа французских авторов, оценивших результаты рандомизированных контролируемых исследований пробиотиков, пребиотиков и симбиотиков. В анализ были включены 384 исследования, проводимых на здоровых добровольцах или пациентах с одной или несколькими патологиями. Любопытно, что вред от проводимой терапии не сообщался в 28% работ. Анализ безопасности не был доступен для 37% исследований, а частота серьезных побочных эффектов для каждой исследуемой группы не была предоставлена в 80% анализов. Коллеги, вы удивитесь, но в 98% исследований не было дано адекватного определения побочных эффектов и серьезных побочных эффектов. Не представлены информации о количестве исключенных из исследований в связи с развитием нежелательных явлений. То есть только в 2% исследований были даны объективные данные, полностью отражающие безопасность проводимой терапии. К сожалению, безопасность пробиотиков, пребиотиков и симбиотиков очень плохо отражена в исследованиях. Это заставляет сомневаться в честности производителей и исследователей. Все подробности на сайте интернис.ру. Ссылка в описании.